Сама сфера прав человека была всегда очень маргинализирована. ВГУ участвуют в репрессиях. Депрессивны и репрессивны. Право было намеренно исключено из элементов государственного управления. Это не гетто какое-то. Практически никто из международных партнеров на самом деле до конца не понимает, что происходит в Беларуси. Ты либо занимаешься Беларусью, либо своей жизнью. Для них право человека – это площадь из Магары. Право человека вообще – это штука для темных времен. Витаю! Это правозащитный подкаст «Весна Приди» и с вами Катерина. А сегодня у нас в гостях юристка-международница, кандидатка юридических наук и правозащитница Катерина Дейкала, которую раньше преподавала и была заведующей кафедрой международного права в Белорусском государственном университете на факультете международных отношений. Она подверглась репрессиям и была уволена оттуда в 2021 году. С Катериной мы будем говорить о правах человека. Зачем они нужны и в чем их ценность? Не теряется ли эта ценность в современном мире? Было ли место правам человека в БГУ? Зачем сегодня международная адвокация? И главное, почему миру не выжить без прав человека? И, конечно, поговорим о самой Катерине, о ее профессиональных идентичностях после эмиграции. Слушаем. Привет, Катерина. Привет. Я тоже Катерина. Две Катерины в эфире. Начнем сначала. Ты, Катерина, из академической среды. Как ты пришла к правам человека? Мне кажется, во-первых, это супер-белорусский вопрос. В смысле, даже если не знать, что мы белорусские, можно по этому вопросу, мне кажется, понять белорусский контекст. Потому что смотри, как ты в вопросе противопоставляешь права человека и академическую среду. Про это потом будут вопросы еще. Да, и это суперпоказательно. Это такой суперпоказательный нарратив, потому что действительно у нас такое впечатление складывается, что права человека – это что-то вообще отдельное. И люди, которые занимаются правами человека, это люди какие-то за рамками обычной нормальной жизни. А академическая среда или что-то другое, с таким же успехом можно было спросить, как ты пришла к правам человека? Ты же там, не знаю, из бизнеса, хотя это более логичный вопрос. Но из академической среды, ну и здесь тоже, конечно, показательно в чем? В том, что вообще это нормально, когда люди из академической среды занимаются правами человека, и теорией прав человека, и экспертизой в сфере прав человека, и выступают там экспертами и в каких-то проектах международных, для международных организаций являются экспертами, и выступают экспертами для госорганов своего государства, во всяких там научно-консультативных советах, я не знаю, для амбудсмана, может быть, что-то делают, то есть и для государства, и для других акторов, да и для правозащитников тоже, да и, собственно говоря, не знаю, пишут книжки, учебники, то есть это вообще нормально. Но вот это суперпоказательный вопрос для нашей среды, потому что у нас действительно это очень сильно разделяется, потому что сама сфера прав человека была всегда очень маргинализирована, намерена причем государством, да. Но, тем не менее, поэтому тут можно так говорить, как ты пришла к правозащите или как ты пришла к правам человека, потому что правами человека я занималась, стала плотно, ну, изначально у меня такой бэкграунд, я юристка-международница, и это больше общее было, да, международное публичное право, но правами человека плотно в академии я стала заниматься после 10-го года, где-то годы, наверное, с 11-го, 12-го, когда у нас начался большой проект со шведским институтом Рауля Валенберга, институтом по правам человека и гуманитарным правом. Это такой очень, ну, один из лидеров в сфере образования в правах человека, да, там одна из лучших библиотек, наверное, лучшая в Европе библиотека по правам человека у них в институте, да, это вот они в Лунде находятся, рядом с Лунским университетом. И у БГУ начался проект с этим институтом. Когда-то такое было? Да, такое было. Это было, он шел последние 10 лет перед 20-м годом, он начался с 10-го года и шел 10 лет до 20-го года. И мы сделали очень много. И там проект был, это не был официальный проект международной технической помощи, там где-то зарегистрированный, как это положено было делать. Это было академическое сотрудничество по соглашению между белорусскими вузами и этим институтом. И это было направлено на capacity building белорусских преподавателей, юристов, те, которые преподают дисциплины, связанные с правами человека. Это было направлено на распространение знаний по правам человека среди белорусских студентов. Мы делали летние школы, переводили учебник, писали учебник и проводили всякие семинары, тренинги для преподавателей из региональных вузов. И кучу всего, ну, было много тренингов и методических, которые устраивали для нас шведы. В общем, это было такое реально полезная штука, вот, в которую я вовлекалась. Какое ощущение, что эпоха ушла с такими, ты говоришь, с такими интонациями? Ну, конечно, ушла, да. Ушла, проект ровненько закончился в 20-м году, когда мы собирались издавать, ну, один учебник мы сделали, ну, мы там участвовали вместе с юридическим факультетом от БГУ, да, там еще участвовало несколько крупных белорусских вузов, Нархоз, ну, так называемый, как он называется, БГУ. Я называю по-старому БНТУ, это из минских вузов, потом там участвовал Брестский государственный, не помню, еще Гродненский, по-моему, ну, в общем, крупные минские вузы и региональные вузы. И основная от БГУ были мы, юрфак, и вот это тоже был большой такой челлендж, потому что это был разный мир совсем, и поэтому, но мы написали в 2014 году учебник пополам, мы по международному правилу, вопросы, да, они там по национальному. Учебник такой, мягко скажем, ужасный, ну, как ужасный, ну, дитя компромиссов, вот, потому что, ну, нет, за наши части я, как бы, отвечаю, но со стороны юрфака, конечно, там это все сложно было, но это тоже вот к вопросу о том, как мы что-то делали, пытались делать, и понимали, что, ну, будет либо так, либо вообще никак, вот. Ну, а вот второе издание как раз мы хотели делать к 20-му году, и там тоже была отдельная история, вот, и оно не состоялось уже из-за 20-го года. Именно из-за 20-го? Из-за 20-го года, да, 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 потому что, потому что перед, ну, там отдельная была история, как мы пытались сделать нормальное, как бы, наполнение этого учебника, и как тоже юрфак хотел там. Это отдельная моя личная история, как я пропустила десятилетие единственной дочери, чтобы здравцить и договориться о хорошем наполнении, о хорошем оглавлении, чтобы там были главы по дискриминации. то есть очень много прошло через 5 лет, и уже совсем по-другому я видела этот учебник. Я была редактором первого вместе с тогдашним деканом юрфака и, соответственно, второго, вот, и все это, мы договорились с представительницей юрфака об этом, но когда она вернулась домой, все это, тогдашний декан юрфака Балашенко Сергей Александрович похерил, и, в общем, я зря пропустила десятилетие дочери, потому что я поехала в командировку вот в эту вот, именно для того, чтобы обсуждать этот учебник. Вот. И я понимала, что я должна туда поехать, потому что, ну, так, я там должна быть, да, вот, и, ну, и все. Ну, это ладно, но, ну, не ладно, конечно, я, кстати, это для меня до сих пор очень гнетет, но не суть. Но суть в том, что когда кое-как, каким-то образом все-таки мы двигались к его изданию, но когда произошел 20-й год, возник вопрос, например, там участвовали среди авторов, условно там, не условно, а ректор Витебского университета, который был, естественно, и депутатом уже, и который, естественно, был абсолютно провластный и все такое прочее, и участвовал в этих всех фальсификациях и так далее. Там также еще кто-то подобно участвовал, и там вставали разные дилеммы, и я сказала, что, ну, ФМО, не будет участвовать в этом учебнике, если там остаются эти люди после 20-го года с шведским партнером, да, вот, и как бы этого я добилась, да, мы добились, и здесь тоже и декан ФМО сыграл большую роль тогда Виктор Геннадьевич Шадурский, вот, ну, а с другой стороны стала дилемма, как бы, Юрфак начал говорить о том, что задумался о том, что, а как мы сейчас выдадим этот учебник и не напишем вот этого всего, что происходит, и как бы возникнет много вопросов, да, то есть какая-то немножко совесть вот на этом уровне тоже к вопросу о том, насколько поменялось и деградировало за 4 года вообще руководство, то есть у тогдашнего руководства Юрфака при всей идеологизации и ангажированности возникали вот такие мысли, что это будет не очень удобно, ну, а шведы тоже, естественно, об этом думали, потому что это деньги шведских налогоплательщиков, потому что если вы в Беларуси издаёте учебник после того, как вот это всё происходит, и там вообще как бы ноль об этом, да, ну, то есть там всё, как будто бы всё ок, вот, то, ну, и в общем, эту дилемму было решено решить таким образом, что нет, не будет никакого учебника. Ну, и всё, а потом они уже и прекратили сотрудничество, потому что очевидно было, что БГУ участвует в репрессиях, и ну, всё это, в общем, сошло на нет. Но сделано было за эти 10 лет много. Круто, и как жаль, я тоже училась в БГУ на репрессивном факультете, вот, на философском, сразу угадали. Слушай, мне кажется, что юридический факультет БГУ более депрессивный, чем философский, если так брать с философской точки зрения. Депрессивный или репрессивный? А, ты сказала репрессивный? А, я подумала депрессивный. Не, депрессивный и репрессивный. Два в одном. Да, 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 да. Я за что зацепилась? Ты говорила, что в нормальном мире преподаватели и юристы, они сотрудничают с государством, например, пишут что-нибудь амбатсману. В Беларуси нет амбатсмана. А еще ты говорила о том, что учебник в том числе был посвящен теме дискриминации, а в Беларуси нет рамочного закона о дискриминации. И вот то, за что я зацепилась в этом рассказе и хотела озвучить для наших слушателей. А теперь можно такой проигрыватель, паузу. Так вот, исходя из того, что мы говорили, с одной стороны, есть юридические дисциплины, изучаются в том числе в БГУ, есть права человека, по которым, например, писались учебники благодаря шведским налогоплательщикам. К вопросу о том, откуда берутся деньги, за это тоже государство постоянно у протестующих спрашивает, откуда деньги, откуда деньги. А можно вспомнить, что есть государственные проекты, которые тоже финансировались Западом. Но это так, я вставляю шпильку. Вот. Так в чём отличие, как объяснить слушателям, в чём отличие между этими двумя темами? Юридическая составляющая и права человека. Не, ну, права человека это тоже часть юридических дисциплин. Ну, права человека, если они преподаются в рамках юридического образования, потому что права человека это же очень многомерная штука. Права человека можно преподавать с точки зрения истории, с точки зрения философии и с точки зрения права. Это ведь можно не только с точки зрения права преподавать, смотря какие ты акценты делаешь. Но, если говорить о месте прав человека в юридическом образовании в Беларуси, то здесь важно как бы понимать, в каком состоянии находится само юридическое образование в Беларуси. А для того, чтобы это понимать, важно понимать, в каком состоянии находится право как институт и правовая система, потому что это супер связано всё. И, к большому сожалению, ну, это объективный факт, в нашей стране право намеренно, как бы его роль не искажена была, намерена властью, и оно, в общем-то, в принципе, не выполняло ту функцию, ну, или выполняло её весьма фрагментарно, так скажем, мозаично, которую должно выполнять право в государстве. И право не является в Беларуси и не являлось никогда, и это было сделано намеренно, опять же, режимом Лукашенко, который поступательно к этому шёл, ломая и систему разделения властей в том числе, а право никогда не было, вернее, право было намеренно исключено из элементов государственного управления. И, соответственно, это всего лишь был инструмент, который обслуживал интересы власти, но не ценность, которой все подчиняются, перед которой все равны, да, все равны перед законом, нет, потому что, когда мы имеем дело с авторитарным режимом, мы понимаем, что основной принцип авторитарного режима – это цель оправдывает средства, ну, особенно с нашим большевистским наследием, вот, и советской культуры управления, и, по большому счёту, права там в своём нормальном понимании места нету, права, да, потому что право, оно и верховенство права, оно существует для того, чтобы общество могло ограничивать власть государства в том числе, да, и для того, чтобы существовало разделение властей, для того, чтобы работала независимая система судебная и так далее. Ну и, конечно, для того, чтобы обществу было просто хорошо жить и чтобы оно развивалось, да, право в том числе управляет общественными изменениями, но и так как это всё совершенно по-другому воспринимается такими режимами и нашими не исключение, то юридическое образование тоже становится другим, да, потому что юристам нужны такие, которые нужны государству, да, и которые могут работать с правом в такой его роли. И отсюда, отсюда, конечно же, роль образования по правам человека тоже, соответственно, другая. Если мы посмотрим на карту вообще юридического образования в Беларуси, да, там в Беларуси три специальности правовые правоведения, экономическое право и международное право. Ну, правоведение – это, безусловно, самая широкомасштабная специальность, специальность, на которую происходит самый большой набор. Она есть чисто в количестве выражений, её больше всего. Во многих вузах, да, и большой набор людей. То есть это поток. И, например, если взять юрфак БГУ, там, БГУ как ведущий вуз и юрфак БГУ как основная, ну, скажем, кузница, да, юристов, то если мы посмотрим, например, на место прав человека там, то права человека там – это дисциплина по выбору. Дисциплина по выбору. Её можно не выбрать. И она занимала разное место там в эволюции, да, определённая тоже была. Но вот последнее, я сейчас боюсь соврать, я недавно уже не заглядывала в эти все учебные планы, но её основная роль – это дисциплина по выбору. Причём, то есть это значит, что не каждый человек, который выходит с юридического факультета, в принципе изучает это. Более того, важно понимать же, что права человека – это тоже не какой-то фрагментарная штука, когда ты учишься на юрфаке, и ты изучаешь там другие дисциплины и права человека. Любая дисциплина, там, уголовное право, административное право, я не знаю, общая теория права, да что угодно вообще, любая дисциплина юридическая, особенно которая касается отраслевого законодательства, она должна органично включать в себя правочеловечный контекст, как минимум на уровне стандартов, релевантных этой отрасли, да. То есть это не гетто какое-то, что вот у нас есть дисциплина по правам человека или нет дисциплины по правам человека. Это как раз важно видеть системность, да. Насколько люди, когда преподают уголовное право, пронизывают там международными стандартами преподавания этой отрасли. Это как бы самый минимум. Насколько, когда ты преподаешь конституционное право, ты соотносишь, ну, то же самое, да. Там уже более другие концептуальные философские вещи. Насколько, как ты преподаешь общую теорию права. Это вообще базовый предмет для любого юриста, который, к сожалению, тоже у нас определенным образом совершенно преподается и людьми, которые вообще, которых вообще, на мой взгляд, нельзя подпускать к образованию юридическому, тем более, вот, и, ну, не всех, это я говорю про конкретного человека сейчас, вот. И смысл в том, что вот этого всего, конечно же, нет. Это всего, конечно же, нет. И вся, ну, и здесь в данном случае мой личный опыт, это тоже немножечко не такой, он не, ну, как бы не показательный, потому что я плохая выборка, потому что я работала на факультете международных отношений, это был как бы особо свой мир, и это не была картина такая, как бы картина идентичная и общая для всего юридического образования, да, и на международном праве был еще свой особый мир внутри ФМО. И, да, международное право – это единственная дисциплина, была единственная специальность юридическая, на которой дисциплина права прав человека была включена в большом количестве часов, 60 часов было в основной компонент. То есть то, что ВУЗ не может изменить, да, ну, это была дисциплина одна из основных, вот, ну, потому что мы сделали такой план. И здесь мы, опять же, подходим к специфике системы нашей всей, белорусской вообще государственного устройства и работы всех систем. Она суперзависит от субъективного фактора. Кто в конкретном ВУЗе, там, декан, какая персоналия конкретно заведует конкретной кафедрой, кто конкретно преподает эту дисциплину? Вот от этих вещей суперзависит качество того, что несется в аудиторию. Потому что системно, системно этого нет. И поэтому вот если ты конкретно несешь что-то хорошее, то да, окей. До 20-го года этому еще, скажем, не препятствовали. Ну, по крайней мере, ну, на ФМО вообще помыслить об этом было непонятно даже мне. Вот, но на Юрфаке немножко по-другому было, потому что там, в принципе, чуть-чуть другая заточка. Вот. Ну, в общем, вот такая история. Поэтому никакого системного, качественного образования по правам человека, конечно, в стране нет в рамках формального образования. Такой приговор, вердикт. Ну, это не приговор, это констатация. Да, да. Так и в неформальном, я скажу тоже, у меня есть вопросы к нашему неформальному образованию по правам человека. Вообще, ну, это, конечно, неформальное образование в какой-то мере выполняло роль замещающего, то есть восполняющего пробелы того, что люди, которые обучались на юридических специальностях, и из них многие пришли в правозащиту и сейчас работают, не могли получить у себя в ВУЗе. Но, тем не менее, ну, про неформальное не будем, если мы уже тут про формальное, там тоже есть свои проблемы. В принципе, знаете, образование по правам человека, оно очень важно, чтобы оно сочетало в себе две супер, как бы, две половины, из которых состоят права человека. Это философская ценностная часть и юридическая нормативная часть. Вот без сочетания этих двух вещей невозможно ни заниматься правами человека, ни учить правам человека. Потому что когда начинается перекос в одну из них, либо ты говоришь только про высокие идеи, и людям непонятно, как это вообще относится к их жизни, либо ты говоришь только тупо про механизмы и нормы, и за этим размываются ценностные вещи. И это превращается все в какую-то там, не знаю, навязчивое желание написать какие-то жалобы, и все на этом, да. То есть, и поэтому это невозможно разорвать. Вот. Но, конечно же, у этих двух сфер, у формального и неформального образования, очень разные проблемы. Вот про формальное я сказала. Какие проблемы? Это часть политики была, ну, часть политики общегосударственной в отношении права как института и юридического образования тоже. Окей. Ты упомянула, что занималась правами человека сначала, а потом стала заниматься правозащитой. И про права человека, то, как ты ими занималась, мы и поговорили. Это было благодаря шведским налогоплательщикам. А что значит заниматься правозащитой? В чем различие? Короче, чем ты сейчас занимаешься? Ой, ну, это же совсем, конечно же, да, другая сфера. Но чем сейчас я занимаюсь? Я работаю в БХК сейчас, да. Давай расшифруем для слушателей. Да, в Белорусский хельсинский комитет. И с БХК я сотрудничала и, в принципе, когда работала в университете. Последние годы, как раз перед 20-м, мы занимались бизнесом и правами человека темой. Я занималась ей в академическом плане, а БХК, это как бы, БХК, в общем-то, перенес это в Беларусь, эту тему, в правозащитном контексте. И мы сотрудничали, вот. Но после 20-го года, после того, как меня уволили из университета, я пришла в БХК уже, я стала частью команды, вот. И, собственно говоря, мы идем вместе сейчас. И, ну, помимо этого, конечно, вообще у меня много идентичностей, на самом деле. И я бы сказала, что вообще у меня какой-то кризис их. Ну, реально, потому что там у меня есть моя, моя приподская идентичность, я думаю, что она основная, она сейчас немножко спит, потому что, ну, сначала, конечно, я очень устала от этого, я была так рада, когда меня уволили, честно скажу. Просто супер рада, потому что я устала просто от этого всего. Вот. Ну, накладывался, конечно, и 20-й год, и все эти нервотрепки и так далее. И, в принципе, система образования, знаешь, ну, такая, что любая любимая работа, от любой любимая работа будет тошнить, если ее овер дофига, если ты уже просто тянешь в больше в два раза, чем можешь. Вот. Это примерно случилось со мной вот в университете в последние годы, поэтому... Но, тем не менее, приподская моя идентичность – это основная моя, это натура моя, и я скучаю очень сильно по ней. Ученая моя идентичность, я все-таки хочу заниматься международным, и международное право. Я очень люблю его, и мне... Я очень страдаю сейчас от того, что я не могу даже нормально почитать какую-то книжку по международному праву вообще, да, как именно доктрину какую-то, да. Вот. И, в принципе, какие-то научные статьи, не знаю, там, последние, углубиться в последние кейсы ICJ. То есть, ну, для меня вот это важно. Ну, экспертная моя идентичность, ну, вот в экспертной я добираю по международному праву все, что я не могу добрать в научной, потому что я как экспертка, в принципе, ну, помимо БХК, я как в личном качестве, как экспертка работаю тоже, и с, ну, с сингтанками там нашими некоторыми, и, в принципе, какую-то экспертизу делаю, ну, какую-то аналитику какую-то, да, и да и преподаю, собственно, вот тоже. И что, и международное право немножечко что-то где-то, и там, права человека. То есть, приподская моя идентичность немножко все-таки имеет место быть. Вот. Ну, и правозащита, вот, это четвертое. То есть, я не могу уделять одинаковое время им всем, но так, в общем, происходит, что сейчас иногда, опять же, это тоже вопрос выбора, да, мы все, кто уехал, мы чем занимаемся? Я недавно сказала на одной конференции, Ценэй делал, Центр на выходе, я делал конференцию, там была панель по гражданскому обществу, я сформулировала там такую формулу. Сейчас ты, люди, которые работают в гражданском секторе, ты либо занимаешься Беларусью, либо своей жизнью. Ну, и вообще, в принципе, ты должен выбирать, да. То есть, условно, когда я уезжала из Беларуси, я могла выбрать совсем другой путь, я могла податься на какой-то постдок, в какой-то университет европейский, да, и поделать что-нибудь по международному праву, там какое-нибудь исследование или что-то такое. Но однозначно, что в таком, ну, то есть, я не могу включаться в белорусскую повестку тогда, и, то есть, либо я там, либо если я занимаюсь тем, чем я занимаюсь сейчас, я не могу заниматься полноценно чем-то другим. Вот. И поэтому я связываю вот это каким-то образом сейчас между собой. Ну, и, в общем-то, пока я занимаюсь Беларусью. В общем, так скажу. Пока. Пока я занимаюсь Беларусью, да. Пока. Не знаю, насколько мне хватит, но пока мы... Это мой приоритет. Отсюда, соответственно, выходит все остальное. Окей. Котик-космонавт, убегающий от милицейской дубинки. Так иллюстрирован один из докладов, аналитических докладов о ситуации с правом человека в Беларуси за один из триместров. Это наш один из флагманских продуктов БХК. Мы его запустили в 23-м году. Мы делаем обзор три раза в год. Ну, вот в 23-м был два раза в год, в 24-м был три раза в год. Делаем обзор основных трендов в государственной политике Беларуси в области прав человека. Мы именно делаем обзор качественных изменений. То есть мы... Это не мониторинг всего. Это именно... Мы находим то, что изменилось качественно. Это значит, не было раньше. Сейчас стало. И вот мы делаем обзор таких изменений, чтобы была видна эволюция всего лучше, да. Чтобы было можно посмотреть в одном месте вот где-то, что конкретно изменилось, да. На уровне общих мер, так называемых. То есть там политики государства, мер на уровне политики, законодательства, какие-то стратегические документы и на уровне практики. Какие новые практики появляются, да. Да, и в последнем был котик-космонавт. Ну, это все было связано с тем, что полетела первая женщина. Ну, как бы власти гордились очень сильно. Сделали из этого, конечно же, тоже пропагандистскую кампанию. Запустили космонавтку и женщину. В общем, везде здесь, безусловно, манипуляционные такие штуки. Но при этом, за несколько дней до ее полета, Лукашенко принял указ о статусе белорусского космонавта. И там прописано было, что космонавты имеют специальные льготы, особые, да, которых они, социальные, которых они лишаются, если они начинают совершать преступления экстремистской направленности и так далее, и так далее. Ну, в общем, все, что сейчас может означать нелояльность к государству. Вот. Ну, и поэтому мы решили, что это очень показательно. С одной стороны, такая помпа, вот эта вся их, типа, гордость, да. А с другой стороны, сразу же, до того, как она полетела, уже он издает такой указ. Ну, до того мне еще понравилось, да, что он это сделал до того, как она полетела. Потому что, вероятно, может быть, она что-то в космосе могла сделать там, знаешь. Показать что-нибудь? Ну, не знаю, да. Ну, может быть, как это Овсянникова там, да, на российском телевидении там. И это уже с корабля космического куда денешь. Вот она взяла бы и развернула там бычевая флаг. Кто бы ее оттуда достал. Ну, вот и все. Повертание только. Да. Поэтому на всякий случай, на всякий случай указ был принят до. Не, ну, конечно, если надо было и после, то есть у нас же уже не работает принцип закон обратной силы, не имеет, поэтому... Ну, все равно, такой вот интересный момент. Это был указ о статусе белорусского космонавта, и он сразу же, получается, нарушающий права человека. Потому что что? Потому что у всех есть право на выказывание меркования, на свободу выражения. Да, ну, конечно. Он нарушает права человека тем, что ставит возможность получения социальных льгот в зависимости от лояльности государству. А никто не должен требовать от человека быть лояльным кому-либо. Это я сейчас про концепцию прав человека и про ценности их. Ну, конечно, потому что свобода выражения. Ты можешь придерживаться убеждений, каких ты считаешь, нужно придерживаться. Например, в космосе показать бы ЧБ. Почему бы нет? Да, почему бы нет? Было бы интересно, на самом деле, если бы она это сделала. Как бы... Ну, ладно, не будем разгонять эту тему. А есть же космическое право. Да, космическое право есть, да. Но это не... Это не относится к... Не спецификам. Кстати, между прочим, конечно, международное космическое право есть, и там тоже есть нормы о статусе космонавта. Вот ты занимаешься правозащитой, и из-за этого куда-то ездишь. И вот куда ездят правозащитники, и что они там делают, когда занимаются правозащитой? Слушай, ну, правозащитники ездят в разные места, конечно же. Сейчас, конечно, проблема в том, что занятие правозащитой существенно ограничено ситуацией, в которой мы находимся. И мы не можем ничего делать внутри страны, мы не можем взаимодействовать с государством, и практически одна из многих вещей, которая осталась, это адвокация. Адвокация, международная адвокация, безусловно. И так как все правозащитники, ну, публичные, по крайней мере, да, практически весь сектор практически выехал из страны, то, с одной стороны, конечно же, это существенно облегчает мобильность. И возможность заниматься этой адвокацией. С другой стороны, опять же, как я сказала, очень мало инструментов в принципе осталось. Вот. И поэтому параллельно происходит история с тем, что тема Беларуси тоже как бы становится сложнее и сложнее поддерживает на повестке в разных международных институциях. И далеко, я бы сказала, не то, что далеко не все, а практически никто из международных партнеров на самом деле не до конца не понимает, что происходит в Беларуси и какая там ситуация. То есть это два таких момента, да, поддержание темы Беларуси на повестке в принципе, реальное как бы объяснение, что происходит в Беларуси, и постоянное информирование, и постоянное поддержание, понимание того, что происходит там на самом деле. Помимо политзаключенных и помимо ежедневных арестов на самом деле огромная репрессивная машина, которая развернулась, она касается каждодневной жизни людей просто, и совсем не обязательно для этого быть политзаключенным или чтобы тебя задерживали. И это проявляется уже практически во всех сферах общественной жизни, во всех сферах, с которыми сталкивается человек. Вот. И поэтому вот это вот, вот это все очень важно, конечно же, доносить на международных площадках и в органах, которые занимаются правами человека непосредственно прямо, и в принципе в политических каких-то структурах тоже, да, в политическом контексте. И третий момент. Суперважно, конечно, нам нарабатывать какую-то юридическую массу и лоббировать какие-то конкретные решения по ситуации в Беларуси нормативные. Например, суперважным было признание преступлений, совершение преступлений против человечности после августа 20-го, да, в августе 20-го, ну, начиная с президентской кампании и все, что происходило, да, в 20-м году. И это было признано в 23-м году. В последнем отчете ооновском это было подтверждено в более конкретной формулировке. Вот эти вещи суперважно, опять же, признание проблемы Беларусов в изгнании и в последнем отчете Управления Верховного комиссара ООН. Это было названо в ремном тексте насильственной депортации. Было названо с цифров 300 тысяч человек. То есть вот эти вот, я называю, это юридический массив, такое юридическое мясо для фиксации на международном уровне вот этих вещей, да, которые суперважны и для той же адвокации, как бы дальнейшей, и для будущих процессов, для будущего привлечения к ответственности, которое, я надеюсь, свершится когда-нибудь. То есть вот, и вот для того, чтобы эти вещи происходили, суперважна международная адвокация. Давай немножко конкретнее. Вот недавно ты купила в Страсбурге плюшевую креветку. Да, это? Да, я купила в Страсбурге плюшевую креветку, ну, потому что, безусловно, ну, я люблю жизнь, во-первых, и люблю радости жизни, и люблю радоваться, и максимально стараюсь радовать себя. Мне приносят удовольствие разные штуки, типа плюшевые креветки. Поэтому, да, я купила в Страсбурге плюшевую креветку. Да, но вопрос как раз, а что ты делала в Страсбурге? То есть что там было за мероприятие, и что ты там говорила на нём? Да, ну, конечно же, креветка не связана с адвокацией, можно сразу сказать. Мне кажется, связана. Связана чем? Ну, чтобы адвокатировать, нужно чувствовать себя ресурсно, а креветка добавляет ресурсы. Правильно. Особенно, если она плюшевая. Да, ну вот видишь, да. Ну, кстати, да, в этом смысле, конечно, связана. В Страсбурге было мероприятие, которое проводил Совет Европы. Там было два семинара по хейт-спич и хейт-крайм. По языку вражды и преступлениям на почве ненависти. И по расовой дискриминации. И первый семинар по хейт-спич и хейт-крайм, это был вообще семинар для амбуцманов стран восточного партнёрства. Ну, там в основном Балканы, Украина, Молдова, Грузия. Ну, и второй для них же. То есть это немножечко не касалось нас, но что мы там делали? В принципе, в рамках контактной группы Совета Европы по Беларуси существует контактная группа Совета Европы по Беларуси, которая сейчас как бы тоже уникальный такой механизм государства. То есть Совет Европы таким образом вместо государства, ну, можно сказать, она замещает государство в партнёрстве с Советом Европы. То есть Совет Европы отказался от контактов с официальными властями. И была создана контактная группа Совета Европы, куда входят представители гражданского общества и демократических сил. И эта контактная группа принимает экшн-планы на определенное количество времени. Вот было сначала на год, сейчас на два года. Где содержатся мероприятия, которые направлены на то, чтобы, опять же, по профилю Совета Европы связано с правилами человека. Это и просвещение, это и образование, это и капасти билдинг для юристов белорусских. Ну, тех же адвокатов, которые были лишены лицензии и выехали, да. То есть это у Совета Европы есть четкие направления, и rule of law, юридическое образование одно из них. Вот. И, собственно говоря, в партнерстве с Советом Европы в прошлом году мы разработали антидискриминационную концепцию. Концепцию антидискриминационного законодательства и концепцию закона о равенстве будущего для Беларуси. Вот, о равенстве и дискриминации. И мы попросили у них, чтобы мы могли включаться в какие-то мероприятия, которые, может быть, пока прямо не касаются нас. Но где мы могли бы смотреть на опыт других стран, где мы могли бы видеть, какие проблемы обсуждаются по отдельным аспектам дискриминации другими странами и их органами. И в том числе мы просили их познакомить нас чуть побольше с работой амбуцманов в контексте дискриминации именно, да. Потому что мы говорили, мы предлагаем в этой концепции, концепции закона о равенстве и дискриминации. Она была разработана под координацией БХК, но с участием Организации гражданского общества, белорусских экспертов из гражданского общества, которые занимаются дискриминацией, инклюзией и уязвимыми группами. Вот. И мы попросили их познакомить именно... Мы предлагаем в этом законе специального амбуцмана по дискриминации, условный совет по равенству. Вот. И они поэтому предложили нам поучаствовать в этом мероприятии для того, чтобы побыть немножко такими абзерверами, наблюдателями, чтобы посмотреть, каким образом амбуцманы вот этих стран, которые я назвала, обсуждают вопросы работы с конкретно этими вещами, с hate speech, с hate crime. Какие проблемы законодательные, какие проблемы институциональные, какие проблемы разного рода у них возникают, и что они для этого делают. Ну и вообще вот так. Вот поэтому мы делали там вот это. Поговорим про смыслы. Очень простой вопрос. Зачем нужны права человека, в чем их ценность? Права человека, на мой взгляд, нужны прежде всего для того, чтобы жизнь человека была удобной, чтобы жизнь человека была комфортной, и чтобы человек мог развиваться. И здесь, опять же, мы можем чуть-чуть вспомнить то, что я говорила выше, про образование и про две составляющие, да, про ценностную философскую и про юридическую нормативную. И вот очень часто так бывает, к сожалению, что иногда людям сложно понять, как права человека вообще, особенно в нашем обществе, в котором намеренно права человека вообще выводились, в то в истинном их понимании, в нормальном, да, потому что мы, кстати, мы поговорили про то, что там, как преподавалось, какие курсы были, но мы не поговорили еще про их содержание. Это отдельный разговор, да, потому что, например, если бы мы увидели содержание этого курса по выбору на юрфаке, да, то есть про что права человека вообще? Про что права человека в понимании стандартного формального образования белорусского? Про ужасы, геноцид, там такое всякое такое, когда трупы на улице, вот это, но у нас же такого нет. Поэтому это не страшно рассказывать, типа такого, да, вот, причем геноцид в таком, да, как бы понимании, в самом максимально страшном, вот. И про механизмы, вот это, то есть это такие вот две темы, которые, через призму которых в формальном образовании таком еще всякие любили уязвимые группы, там, дети, женщины, ну, потому что это тоже не страшно, потому что это социальное государство, государство для народа, и дети, и женщины, это очень важно. И за их права мы, конечно, всегда боремся. Список запрещенных профессий пусть отменится. Вот, ну, так, конечно, это же, понимаете, тут же, как бы, нету логики, тут много очень манипуляций. И поэтому смысл в том, что, поэтому, это я к чему веду? Это я веду к тому, что в таком ключе, и, опять же, если еще взять одно измерение, зачем нужны права человека, в таких, к сожалению, режимах, как наше, права человека, это, мало того, что это вообще маргинализированная какая-то история, или набор нестрашных тем, если это где-то в формальном чем-то, да, в контролируемом государстве. Но это же еще так же и искажается в принципе, потому что в основном, когда ты борешься с авторитарным режимом, в основном эта вся история становится про гражданские политические права, про там, свободу собраний, про смертную казнь, про политзаключенных и так далее, да. Но ведь на самом деле и у людей иногда складывается впечатление, что, а, права человека, это об этом? Ну, я к этому не имею никакого отношения. Я просто, не знаю, вот хожу в поликлинику каждый день там, да. Право на здоровье. Ну, так в том-то и дело, что когда права человека наделяются определенным оттенком или вкусом там в каком, в государстве в силу ситуации, которая в этом государстве складывается, люди начинают это так воспринимать. Я помню, когда мы ходили с Олегом Голоком, покойным председателем БХК, к бизнесу нашему разговариваясь про бизнес и права человека, и как только мы говорили про права человека, они грилёйнее, ребят, политикой мы не занимаемся. А потом нам рассказывали, что у них там есть политика по персональным данным, что они недавно уволили чувака за то, что он харасил девушку. Ну, то есть они не понимают, что это тоже права человека. Для них права человека – это площадь из махары. То есть поэтому смысл в том, что когда мы задаем вопрос, зачем нужны права человека, то люди из разных обществ очень по-разному на них ответят, исходя из того, чем они привыкли, как они привыкли воспринимать права человека. Но, в принципе, если так генерализировать, то, как я сказала, права человека – это то, что максимально на самом деле приближено к каждодневной нашей жизни, к жизни любого человека, вне зависимости от его вовлечённости, активности, в политические процессы, в гражданский активизм. Вообще, в принципе, вне зависимости ничего. Просто он человек, он живёт свою жизнь, какая бы она ни была, и там всегда есть права человека. И для того, чтобы его жизнь была и её, человека любого, комфортнее, и, как я уже сказала, опять же повторяюсь, для того, чтобы человек мог иметь условия для своей реализации, самореализация такой, какой он видит её, а не такой, как государство видит её, или кто-то другой видит её, очень важны и нужны права человека. Ещё мне нравится, я часто говорю это определение, когда прихожу куда-то рассказывать про права человека, может сложиться впечатление, что я знаю только его, потому что я всё время о нём говорю, но мне оно просто супер нравится. Есть вещи, которые никогда нельзя сделать с человеком. И есть вещи, которые всегда должны быть сделаны в отношении человека. И то, и другое права человека. Круто. Сейчас мир колбасит. И вы в связи с этим не потеряла ли ценность прав человека свою устойчивость? Я бы сказала, что сейчас ещё более важно, чтобы ценность прав человека не потеряла свою устойчивость. Определённое, конечно, есть... Права человека вообще – это штука для тёмных времён. Она нужна больше в тёмные времена, чем светлые. Ну, это я, конечно, сейчас так обобщаю, генерализирую, как бы я сейчас очень так, я бы сказала, даже схематизирую, да, но специально это делаю. Это как воздух, знаете, когда у тебя всё хорошо, ты дышишь чистым воздухом, ты воспринимаешь это как должное. Когда ты живёшь в городе, в стране, там, не знаю, где хороший климат, где чистый воздух, или там на улице, или, не знаю, в лесу, неважно. Но когда ты выходишь каждый день на улицу, ты не думаешь, ой, где же тут чистый воздух. А когда тебе нечем дышать по какой-то причине, ты каждый день тебе нужен, ты думаешь об этом, где чистый воздух. И в этом плане, безусловно, права человека нужны как бы всегда и везде, но в тёмные времена ценность их ещё больше усиливается, и важность, и устойчивость. Потому что в тёмные времена, ну, чтобы под этим не понималось, весь спектр вот того, что происходит сейчас в том числе, всегда у человека оголяются инстинкты, выключаются мозги. И суперважно в этот момент, ну, то есть начинается очень сильная дихотомизация, начинается чёрно-белая, радикализация происходит, да. Это всё то, что мы можем наблюдать сейчас и вокруг нас. И очень важно в этот момент сохранять механизмы и людей, и механизмы, и сами нормы, и сами ценности, которые бы помогали всё-таки немножко разбираться в оттенках и немножко включать голову. Вот. И это как раз и есть права человека. И в этом роль, отсюда очень большая роль сейчас людей, которые, правозащитников в том числе, возрастают тоже в эти времена. И ответственность. Вот. Потому что, конечно, их, скажем, устойчивость падает, но их ценность только возрастает. Ну, и поэтому очень важно эту устойчивость поддерживать. И в нашем контексте, например, две вещи, которые супер уронили вот это всё. И это, конечно, тот факт, что в 20-м году государство сняло просто все барьеры с применением силы для силовиков. И это даёт же тот же самый резонанс на общество. То есть если им можно, значит, нам тоже. Ну, это очень сильно развращает, да. И потом близкая война. Ну, война в Украине. Близкая война, в смысле, не где-то там в Сирии, а вот когда ты спишь, и тут это всё происходит. То есть люди увидели войну своими глазами. Очень многие, у многих там родные, близкие. И, собственно говоря, это всё тоже как раз-таки и создаёт вот эту ситуацию и радикализации, и чёрнобеления, и отхода от критического мышления, в том числе. И права человека поэтому супер важны сейчас. Иногда можно услышать сейчас, вернее, не иногда, а очень часто, наоборот, точку зрения о том, что, мол, времена, значит, надо это пересматривать, потому что времена такие тяжёлые, поэтому надо немножечко как-то пересматривать или стандарты, или подходы. Сейчас некоторые люди, в том числе некоторые, которые причисляют себя к правозащитному сообществу, так говорят. Но здесь как раз-таки суть в том, что есть некоторые вещи, устойчивость которых в том виде, в котором они существуют, и позволяет сохраниться в тёмные времена. И права человека, и их стандарты как раз относятся к этому. Хотя вызовов для прав человека безусловно много. Безусловно много, да. И дилеммы вызовов, и этических, и юридических, связанных с этими всеми событиями. Это, конечно, нельзя отрицать. Но с ними надо работать, их надо осмыслять, и это никоим образом не говорит о том, что права человека потеряли там какую-то свою ценность. Так говорится, и у меня создаётся впечатление, что права человека — это вера. Так ли это? Нет. Вот это совсем нет. Я вообще не придерживаюсь. Я считаю, что это плохо, так нельзя. Моё мнение, я никогда не придерживалась и не пропагандировала нигде права человека как веру. Опять же, почему? Права человека — это не вера, это здравый смысл. Для меня прежде всего. И вот то, что я только что говорила, да, про тёмные времена, когда оголяются инстинкты, выключаются мозги. Почему я бы не отождествляла права человека с верой? Потому что когда мы говорим про веру, любую, любую, не обязательно религиозную, просто ты веришь в что-то. Это нерациональное. Это всегда просто ты веришь, и всё. Ты или веришь, или не веришь, да? Ты не можешь объяснить, почему ты веришь. Когда я верю, что всё будет хорошо, я не могу это объяснить. Я просто верю. И это всегда нерационально. Права человека суперважна, чтобы люди видели и понимали там смыслы. Потому что за каждой нормой, за каждой строчкой стоит конкретно смысл. То есть эта норма существует в таком виде, потому что её существование делает лучше жизнь людей в такой и такой сфере. Делает лучше человеку там и там. Помогает развиваться тут и тут. То есть вот такая связь, да? От смысла к её формальному, к его формальному механизму, его защиты этого смысла. И поэтому здесь суперважно. То есть любая норма о правах человека, она имеет свой смысл. Она существует не потому, что она в пакте прописана или там в каком-то документе, да? А потому что за этим есть смысл. И именно поэтому я говорила выше про то, что нельзя не заниматься, не учить правам человека без понимания двух измерений, ценностного и юридического. Потому что когда ты только упираешься в права человека как в нормы и считаешь, что вы должны соблюдать права человека, потому что вы обязаны это делать, и всё. И не можешь объяснить, зачем это норма, да? Ну то есть это совершенно другого уровня как бы понимания. Поэтому права человека – это не вера, это здравый смысл. А без здравого смысла миру не выжить, получается? Ну вообще да. Желательно. Со здравым смыслом выжить. Ну а так вопрос о том, почему миру не выжить без прав человека? Ну смотря какому миру, знаете, смотря в каком виде этот мир будет существовать. Если в этом мире всё-таки, ну знаете, если это мир каких-то, не знаю, примитивных существ, там, и не в узоре тупельки, то, собственно говоря, зачем там права человека? Но если, я имею в виду, если вдруг случится такое, знаете, что в мире исчезнет человеческая популяция, а мир останется. Но если это мир людей, если по-прежнему мир, в этом мире будут жить люди, то вот в таком мире, конечно, не выжить без прав человека, потому что можно вспомнить здесь первую строчку с общей декларацией прав человека. Каждый рождается равным в своём достоинстве и правах. Суперпростая строчка, суперпростая как бы мысль, на самом деле, это суперглубокая философская мысль, которую, чтобы постигнуть, тоже важно, можно постигать всю жизнь, на самом деле. И именно для того, чтобы поддерживать этот суперпростой, казалось бы, постулат, но суперважный для нормального общежития нас, сосуществования, вместе, нужны права человека. Не нужно делать из прав человека священную корову и одновременно воспринимать права человека исключительно как какие-то нормы, на основании которых ты можешь написать какую-то жалобу. Суперважно учиться видеть в каждом человеке человека. Вот это, наверное, самое сложное. Для человеческой три раза человека, но для человеческой природы. Потому что на самом деле, несмотря на то, что, конечно, государство — это основная ответственность за соблюдение прав человека, это duty barrier, но вот эта вот ткань, каждодневная прав человека, она начинается с культуры прав человека, которую несет или не несет каждый человек. Это от нас зависит. Поэтому просто, мне кажется, суперважным, особенно сегодня, пытаться, по крайней мере, увидеть в каждом человеке человека. Дякую за размову. Дякую вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова